Всем привет! В этом видео поговорим о том, что саммит Большой Семерки превратился в клуб одиноких сердец. Очередной саммит стран Большой Семерки завершился вчера с заявлением японского премьера Кисиды, обращенным Китаю, с призывом проводить ответственную политику на международной арене. Под этими словами подразумевается необходимость сокращения экономического сотрудничества с Россией и присоединения к западным санкциям против нашей страны. Это, собственно, и все, о чем в течение трех дней сумели договориться западные лидеры. Нынешний саммит войдет в историю как один из наиболее бесполезных саммитов, демонстрирующих закат западного глобального доминирования и отсутствие идей сопротивления растущему влиянию стран БРИКС. По сообщению британская Индепендент, эпоха Большой Семерки уходит в прошлое. Коллективный Запад больше не может миру диктовать свои условия. Из семи крупнейших мировых экономик на саммите в Японии были представлены только три страны. Это США, Япония и Германия. Решения о справедливом мироустройстве больше не могут приниматься и реализовываться без учета мнения четырех других крупнейших экономических держав. Китая, Индия, Россия и Бразилия. Совокупная экономическая мощь указанных развивающихся стран уже превосходит потенциал западных экономик вместе взятых. Журналисты Нью-Йорк Таймс назвали нынешний саммит Большой Семерки клубом одиноких сердец, в котором страны представляют политики, не пользующиеся поддержкой большинства населения даже у себя на родине. Наибольшую степень доверия заслужила итальянский пример. Ее популярность в Италии оценивается в 49% и является относительно высокой лишь вследствие того, что Мелани возглавляет итальянское правительство несколько месяцев и в ней еще не успели разочароваться. У ее коллег из других стран текущий уровень поддержки среди населения составляет менее 40%. Если бы в западных странах проводились бы сейчас выборы, то никто из присутствующих на саммите в Хиросиме не имел бы реальных шансов на переизбрание. По данным Индепендент, эксклюзивный прежде клуб G7, в который ранее входили самые богатые страны мира, превратился в закрытый клуб крупнейших должников на планете. Логично, что решения указанного клуба не получают поддержки в большинстве стран мира.